Всем привет ребятки, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков. Самая интересная и свежая информация по World of Tanks. И начнем мы сегодня просто сломающих новостей. По миру танков прокатились слухи, что Михаил Живец, он же Шторм, был уволен из минского офиса компании Wargaming. Мол, наконец-то дождались все многочисленные хейтеры и наконец-то Шторм будет уволен и наконец-то в танках начнется новая эра и будут танки нормально баланситься, карты нормально делаться, ну а хавок конечно же сразу же появится. Но на самом деле ребятки эта инфа была или фейком, или троллингом, или чем-то еще третьим. На самом деле Михаила Живца никто не увольнял, просто Михаил Живец переехал из минского офис на Кипр и будет работать именно там, на другой должности. Я думаю ребятки это как-то все связано со всеми последними событиями, и думаю вы тоже об этом догадываетесь. Напоминаю вам, что офис на Кипре главный, и там сидят топ-менеджеры и другие VIP персоны Wargaming, и оттуда они управляют и рулят всем остальным миром, конечно же миром Wargaming, World of Boll. Так что ребятки вполне возможно, что это хороший знак, то что Михаил Живец переехал на Кипр, учитывая конечно еще и то, что именно туда же переехал и сам Муразор, который недавно в контакте опубликовал фоточку с бейджиком Wargaming, своим именем, фамилией и фотографией. И честно говоря ребятки тут же сразу закрадываются нехорошие мысли, смогут ли ужиться в одном офисе два непримиримых противника, Михаил Живец и Муразор, которые столько раз друг друга очень откровенно подначивали на каких-то площадках в комментариях и друг друга не раз называли всякими интересными словами. В общем, будем следить за развитием событий. А чем кстати будет ребятки сам заниматься Муразор, который сейчас тоже на Кипре, пока что неизвестно, но вполне возможно, что в самое ближайшее время он сделает какой-то видос, где все и объяснит. Также ребята небезызвестный Слава Макаров в жишишечке проговорился про какой-то некий новый движок World of Tanks, мол его уже два года делают. Продолжаем наблюдать за развитием событий, возможно какая-то и новая инфа появится. Действительно ребята, не для кого не секрет, что Big World конечно очень неплохой в плане северной части, но чрезвычайно устаревший, примерно лет этак на 10. Так что уже последние 2-3 года напрашивается такой нюанс, что World of Tanks пора переносить на какой-то другой движок, возможно на какой-то более современный. И то, что где-то там что-то уже пилят 2 года, ну возможно это говорит как раз о том, что скоро допилят. А может конечно ребятки будет как с Хавоком и ничего не допилят. Посмотрим. На официальном сайте World of Tanks Европа, польского региона, появилась следующая запись, цитируем, на супертесте уже имеется один польский танк. Планируем добавить Польшу в список стран, доступных в игре. В настоящее время идет внутреннее тестирование предлагаемого технологического дерева. Этот материал не появится в ближайших обновлениях. Это был перевод с польского. Польские журналисты ссылаясь на свои источники также сообщают, что это правда, но вот ожидать ввода данной ветки не стоит в ближайшее время в ближайших каких-то обновлениях. Также они добавили, что свои танки конечно у поляков были, но их было очень мало, но при этом было много клонов и заимствований. По топовым танкам информации нет, но вроде бы по слухам по низким уровням там уже все давно набрано. В общем посмотрим, что и как будет с польскими танками. Как говорится, КУРВА! Ну а теперь ребятки собственно ответы разработчиков. В данном случае ответы Славы Макарова из ЖЖ. Новый режим Славе не нравится. Это он видимо про превосходство и стальную охоту. Изначально, по мнению Макарова, премы не должны были быть сильно хуже прокачиваемых танков. Главное, не лучше. Будет ли это высказывание иметь какие-либо последствия пока что не понятно, но вполне возможно ребятки, что разработчики захотят некоторые особо говняные премы подтянуть по характеристикам, чтобы они не были лучше прокачиваемых. А будут ли они такие же или совсем чуть-чуть хуже? Это уже как говорится нюансы. По мнению Макарова, с коридорностью карт все не так просто, так как даже открытые карты по сути получаются коридорными, из-за того, что большая их часть простреливается и более-менее спокойно можно передвигаться только по малой ее части. Как пример, по тепловым картам Wargaming та же Прохоровка получилась коридорной. Ну ребятки, со своей стороны я хочу добавить, что Прохоровка это вообще еще тот кусок дерьма и вместе с Малиновкой ее надо или просто выводить из игры или оставить до 5-6 уровня максимум. Балансер по словам Макарова перепиливают вот прямо уже сейчас. Также он сказал, что разработчики будут пытаться более явно развести роли классов. Также перед Славой, непонятно правда кем, видимо Виктором Кислым была поставлена задача составить перечень текущих недостатков танков. Он уложился в 72 страницы и это сугубо перечисление, то есть без вариантов решения проблемы. В этот список входило не только описание проблем самой игры, но и оценка работы различных отделов Wargaming. Вот так вот ребята. В ответ на жалобы о никчемности новых карт, Макаров сказал, что сейчас они пытаются вернуть в компанию одного из старых опытных картоделов, чьи работы высоко ценились. Также приводят очень интересную цитату Макарова. Цитирую. «Реально сиранулись последний год, но нет ничего неисправимого». Переводя ребятки с Киприотского на русский, это звучит как мол да мы облажались, но в принципе все еще можно поправить. На напоминание о ПВЕ режиме Макаров ответил, что там были определенные технические проблемы, которые только недавно смогли решить. В ответ на заявление игроков, что мол «Макаров, ты придумал танки, а эти уроды все сломали», Слава ответил, цитирую, «Еще не совсем, но были близки. Рубикон со своей хренью имел все шансы». На вопрос о корнях ненависти карте Слава выдал фразу, которую недавно уже озвучивали, но в другом виде. Цитирую, потому что она убивает стоящих в укрытиях, как и было задумано, вот только из укрытий выползать бесполезно, поскольку сразу убивают все остальные. А вот так не было задумано, да и не было так раньше. Со своей стороны, ребятки, я хочу сказать, что артиллерия действительно снижает, как я уже говорил не раз, вариативность действий на карте. Она снижает возможность занять какие-то позиции, она тебя выкуривает и особенно это печально, когда какой-то взвод арта геев фокусит какой-то конкретный танк весь бой. Играть такому игроку в рендоме просто не получается возможным. Также Макаров сказал, что он пытается продвинуть ранговый режим, и ему не особо нравится танковый киберспорт. Ну и в последней, ребятки, информация очень интригующая и очень интересная. На фразу, что в старом World of Tanks слишком много чинить, так что лучше давайте клепайте сразу новый, Слава Макаров ответил, цитирую следующее, «Это отдельная история». Вот, я не знаю, как это можно перевести с киприотского на русский, но, возможно, Макаров говорит о том, что какой-то новый World of Tanks уже пилится или нет. В общем, фразу «Это отдельная история» можно трактовать так, что какие-то такие планы у Wargaming, наверное, уже есть. На этом, дорогие зрители, это все ответы разработчиков. В конце нашего выпуска предлагаю вам посмотреть редизайн карты «Священная Делина» в патче 0.9.14. В общем, в очередной какой-то многострадальный раз эту карту переделывают, ну и, возможно, в этот раз что-то получится, хотя, честно говоря, я сам себе не верю. В общем, смотрите на мини-карту, смотрите на красивые скринчики, анализируйте, передвинули мост, передвинули то, передвинули сё, сделали заезд в замок, как я понимаю. В общем, посмотрим, что и как будет с этой, ой, вагинообразной локацией. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!